Дорамы И причем до момента, пока я собиралась, все было идеально Как только я закончила одеваться, они начали сверлить Трэш Будем дружно их ненавидеть и не будем отвлекаться от тем Поехали Начну, пожалуй, с Дорамы Хиллер Целитель, ее знают многие, многие уже посмотрели Она полностью переодевана, по-моему, даже есть полностью уже в озвучке Дорама рассказывает нам о ночном курьере, так он себя называет Секретная служба, я бы сказала У него есть напарница Аджима, ее многие любят Это один из самых таких ярких героев этой Дорамы Актриса играла в таких Дорамах, как Наследники, Властелин Солнца Я думаю, все уже посмотрели, кто только мог Если только, конечно, вы не сторонник Дорам, скажем так, экшенов Где есть драки, следствия Но я думаю, из-за главного героя стоило бы посмотреть эту Дораму Итак, что же мне понравилось? Мне понравился актерский состав, мне понравилась сюжетная линия Мне понравилась музыка Единственное но Меня очень смущало, как наш герой мог так умело перепрыгивать с крыши на крышу Лазить по стенкам, немножко, напомню, Человека-паука Потому что все-таки, мне кажется, с человеческой физиологией это немножко сложновато Но кто знает, кто знает Поэтому Дораме я ставлю 6 баллов Это высшая оценка И, пожалуй, я порекомендую ее тем, кто любит сюжеты про секреты, политику, немножко любви, немного экшена Смотрите, я думаю, она вам понравится Вторую Дораму, которую я вам предоставлю Которую смотрели, наверное, уже почти тоже все Но, по крайней мере, большая часть уже начала я смотреть Дорама называется Kill Me, Heal Me, Уби меня, Исцели меня Дорама сегодня, на данный момент, у нас 13 марта 13 марта выходит последняя серия в переводе Соответственно, Дорама заканчивается Очень жалко Я еще пока не смотрела последнюю серию Поэтому сказать вам, чем закончится, я точно не смогу Поэтому без спойлеров Итак, о чем же рассказывает эта Дорама? С момента, как вышла Дорама Все в порядке, это любовь Очень много продюсеров решило снять Дорамы про психологические отклонения У нашего героя, главного, у него инсоциативное расстройство Это расстройство личности Соответственно, у него, в чем суть? Не вторая личность там, допустим, агрессивная Нет, в нем сразу их несколько Итак, нашего героя зовут Чадо Хён У него есть личность Шин Сеги Фэри Пак Йин Соб Исоб Да, Исоба Также Йона И Нана Это те персонажи, которых мы будем видеть И также в последних двух сериях как раз Появляется еще Герой Икс Я его не видела Я о нем ничего не знаю Поэтому пока не могу вам про него рассказать Поэтому смотрите Дораму Также В следствии Дорамы, конечно, мы узнаем Почему у нашего героя, главного, появилось это расстройство Связано это с его детством Потому что один год из своей жизни он абсолютно не помнит Также ему поможет все вспомнить, вылечить его Главной героине Ори Джин У них настолько все запутано Настолько все это связано между собой Что, честно, это прям вот, ну, сказка Но настолько красиво все это сделано Актерская игра просто, я не знаю Это даже не 6, это все 10 баллов Особенно главного героя Потому что героиня, которая говорит о Ори Джин В принципе, там ничего такого сложного не сказала Орион это брат Ори Джин тоже Но роль Чадо Херна это очень сложная роль И я считаю, что выполнена она просто на 5 с плюсом Поэтому у Дорама стоит этого Этой Дораме ставлю я 6 безоговорочно Ставлю 6 безоговорочно Это лучшая Дорама, которую я посмотрела вот за вот этот год Следующая Дорама Тоже про психологические отклонения Тут уже раздвоение личности Джекил Хайт и я Честно скажу, я вообще сужу Дорамы Первые две серии я смотрю Если Дорама меня цепляет, я продолжаю смотреть Если нет, то я либо откладываю серии И если мне не нравится, я автоматически бросаю эту Дораму Джекил Хайт и я Честно скажу, я начала смотреть после Kill Me, Heal Me Уроды Вот уроды Короче, я смотрела уже после того, как посмотрела первые две серии Kill Me, Heal Me Соответственно, мое впечатление от Джекил Хайт И я абсолютно низкая Во-первых, мне напомнил вот их чем-то человек Ну, мужчина со звезд То же самое Тайна с детством Он ее спасает Раздвоение личности очень простое В принципе, положительные и отрицательные герои там идет Блин, честно, я уже хочу убить этих соседей Просто зайти к ним и долбануть их Ненависть Дорама по сюжету слабенькая Очень слабенькая для меня Я посмотрела, постаралась посмотреть до четвертой серии Меня она не зацепила Хотя очень много фанатов этой Дорамы Если она вам нравится Как бы, я не спорю у всех свои вкусы Но, на мой взгляд, этой Дораме я оставлю максимум три звезды Потому что сюжет все-таки немножко недоработанный И немного слизанный Ну, просто в контрасте с Kill Me, Kill Me Слабовато Очень слабовато Следующая Дорама Блин, я их точно сегодня копну Тоже про психологическое заболевание Но немножко другого рода Эта Дорама называется Сердцем к сердцу История рассказывает нам про известного популярного психолога И девушку, которая болеет Такую болезнью Она не может Она социофоб Она не может находиться в обществе Но при этом она краснеет Соответственно, она не может выйти в блюде без шлема Нормально общаться с людьми И единственный способ ее, скажем так, заработка Она наносит грим, превращаясь в бабушку Выдавая себя за свою бабушку И работает прислугой Дорама Скажу так Первые две серии Я так слабоватенько Я бы тогда на тот момент поставила бы троечку тоже Посмотрев до серии седьмой Я все-таки поняла, что Дорама стоит этого Стоит посмотреть Но я бы поставила ей четыре звуки Просто из-за того, что сюжет немножко недоработан Не хватает каких-то более ярких эмоций На мой взгляд, это более такая сухая история Не хватает какой-то искры Единственное, что меня, конечно, поразило Это отношение главной героини с этим врачом В один момент просто все резко перевернулось И вот тогда эта Дорама меня зацепила Так что советую посмотреть Где-нибудь хотя бы до седьмой серии И если вам уже не понравится Тогда просто бросайте, не досматривайте Итак, четыре звезды Ну, четыре, по ценочку Четыре, больше ничего Последняя Дорама, которую я сейчас смотрю Называется Блод, кровь Блод, кто как произносит Короче, кровь Главный герой вампир На самом деле он Не как Эдвард Каллен Соответственно, это вирус И главный герой пытается найти себе Скажем так, антидот Сыворотку Для того, чтобы снова стать человеком Есть плохие вампиры Люди, которые хотят Скажем так За счет вот этой сыворотки Изменить других людей Там немного сложноватый сюжет Единственное, что я была очень удивлена Там играет главная героиня Из цветочек после ягодок Ну, либо кто как Мальчики крашат цветочков Кто как называет Блин, я вначале ее не узнала Потому что, мне кажется Она все-таки делала пластику И было немножко непонятно Она не она Потом вроде посмотрела По составу актерскому Узнала, что все-таки Это она играет И слабовато для ее роли В этот раз Не знаю как это Она не очень Сюжет тоже завязан на экшене Есть драки Любовная линия пока там Очень-очень слабенькая Чувство просто вампира все-таки Как это объяснить Он холодный Он реально ледышка Он старается отстраниться От всех чувств Таких как Понимание Сочувствие Любовь Он держится на расстоянии Есть только один друг Который помогает ему Как раз разработать сыворотку Честно скажу Я ожидала Этой драмы Чего-то большего Думала, что все-таки Она будет более интересная Как прокурор-вампир Думала, что там будет более Так, знаете Как бы это сказать Все Беременная память Это, конечно, плохо Беременная память А вообще о чем? Короче Просто, допустим Прокурор-вампир Там было все-таки Больше следствия Больше расследований Больше тайны Какая-то А здесь Ты уже знаешь Кто плохой И просто тебя Реально колбасит От того, что Главный герой Находится с плохим героем Рядом И вот сейчас По сюжету Ты понимаешь Что он Будет Под воздействием Короче Его этот плохой Переманить на свою сторону И начинается Этот вот бебедень И я думала Что там Будет все-таки Как-то Могли бы скрывать Кто плохой герой Кто там Во всем этим стоит Так как нету Это какой-то завеса Тайны То немножко Расстраивает Поэтому Этой дораме Я ставлю Четыре Но не больше Пожалуй На этом все Больше я пока Не смотрю никаких дорам У меня особо На это прям Так времени нету А точнее Очень много дорам Которые Вышли И по своему Описанию По сюжету Мне не очень Заинтересовали Единственное Сейчас есть Ходят слухи Дорама Не знаю Если вы начали Смотреть Напишите в комментариях Как она вам Она более тяжелая Более такая Серьезная И я думаю Что не каждому Она понравится Она как-то На любителя Пожалуй На этом все Пишите ваши комментарии Если у вас Другое мнение По поводу этих дорам Не надо Не надо на меня Кричать Не лежать То же самое Что Пиноккио Было столько Ажиотажа Вокруг Эта дорама Я начала смотреть И могу сказать Так что Я смотрела до середины И меня просто Отбросило От нее Мне она больше Как-то не нравится Не привлекает Поэтому я про нее Ничего не говорю Кому-то она Да понравилась Сначала Меня заинтересовало Но сейчас Уже как-то Нет Не буду досматривать Пожалуй На этом все Всех люблю Всех целую Пишите Подписывайтесь На мой канал Ставьте лайки Всем пока